Эта школа построена в Боровихе до войны. Новое здание здесь ждут очень давно. Последняя попытка была провальной. Подрядчик подписал договор, но строить так и не начал. В итоге земля под новую школу простаивала, ведь была в аренде у несостоявшихся строителей. Другого участка, пригодного для строительства, школы в селе нет. В июле депутат Государственной Думы Александр Прокопьев организовал выездное совещание с министром образования и науки Максимом Костенко и представителем микроевого Минстроя. Правильно, Александр Сергеевич, я совершенно поддерживаю тему. 22-й год, он такой интересный, насыщенный. Первый. Первый, да. 21-й год. После этого началось оформление документов для финансирования из краевой инвестиционной программы на 2019 год. И уже вчера прошла встреча Александра Прокопьева с педагогическим коллективом и родителями учеников, на которые обсудили дальнейшие шаги на пути к новой школе. Накануне буквально нашей сегодняшней встречи был подписан документ Виктором Петровичем Томенко, губернатором Алтайского края, по включению проекта школы Боровихи в КАИП, то есть краевую адресную инвестиционную программу. По факту, что это для нас значит. То есть мы сократили, получается, весь наш временной промежуток по этому проекту на год. Ну, я считаю, что это наша общая такая достаточно серьезная заслуга. У нас на следующий год основные средства заложены на проектирование и уже на начало работ, то здесь, конечно, мы уже в будущее смотрим с оптимизмом. Если все будет и дальше по плану, строительные работы начнутся через год. Но до этого времени должно прослужить нынешнее здание. Ремонт школы инициировал Александр Прокопьев. Обшили коридор, покрасили, весь в спортзале пол. Самыми проблемными были крыша и пол в спортзале. Крышу отремонтировали. А вот здесь раньше тренировались дети. Теперь пол перестелили, обработали антисептиком. Сделали всем миром. В ремонт школы вложились и администрация района, и местные предприниматели. Так что до завершения строительства дети в этой школе будут в безопасности. Андрей Дриер, Николай Шелко. День с толком.